Юбилей автора с вогненной вёски. Белару сегодня вспоминает Ян Кубрыля в день его столетия. Народный писатель БССР создал произведение, знакомое ещё со школьной скамьи. Повести Нижняя Байдуны, Золок, Убачин издалёк, Сиротший хлеб. Тайны биографии и легенды в репортаже Дарьи Тарасовой. Систематизовать свою творчесть Ян Кубрыль почау самостойно. Сюды у архив литературы и мастатства у 63-м народный письменник у першиню принёс свои рукописы. Як свечить в опис, вагой аж но у два килограммы. У тяжким стося документов были о повести, оповядании, нарысы и вельми особистые. На протягу пяти годов гэтые записы были под грыфом «Сокретна». Такий лёс своим дённикам наканавал сам классик. Зараз усе 162 документы знаходятся у открытым доступе. Тут Ян Кубрыль, як у рукописах, так и на друкованных сторонках, щиро рассказывая про своё житё с 32-го по 2006-й год. Биография по мэраму 12 750 документов. Тут и черновый аутограф Брыля, так названный один з рукописов. У папцы накиды будущих литературных шедевров, які аутр рабил алоукам. А ствары не творал, на огол починау с плана. Выписывал слупок имёны персонажа. Дарычай сабе имя так сама придумал. Под гушным псевдонимом Янка хавауся Иван. Ян Кубрыль был частым гостем. И он сюды заходил, можно сказать, от самого початку засновання архива музея. На мене он зарабил уражение человека такого вельми мудрого, разважливого, с почутём гумором. До стаходя с дня нараджения прозаика и его творчую лабораторию представили у столичной галереи. Сярод центральных экспонатов и специальный номер газеты литературы и мастацтва, аутаром якой выступал Брыль. Але усёг это пасля войны. У 39-м был призванный у армию, служил у морской пяхоте. Трапил палон, затым утёк и пайшоу партизаны. Тому пасля пирожитых жахов у своих творах часто звертался до такой близкой ему темы «Вяликая Айчыдной». Уразила вот этот стенд, где семья, потому что они побачь с матью, якою так само нема уже. Их життё было прикладом для нас усёх. И они прожили разом амаль 60 годов. И ведем, что мать, хотя она и працавала весь час, але она была перший читач и перший критик усёх творов батьки. Такая отметная риса была систематичность не только в материалах, а систематичность в организации часа. Я не памятаю, как хворобать и что помешало ему працавать. Не только прозаик, але поэт и перокладчик. Дякуючи ему, по-белорусску сёння читаем российских классиков. Толстого, Чехова, Горкага. Дарычы творы и самого Янки Брыля перокладены на 30 му свету. Дарья Тарасова, Юрий Тиханович и Виктор Шпак. Агентство Телена Вин.